Итак, мы отвлечем сейчас от коронавирусной инфекции, перейдем к вирусу папиллома человека. Соответственно, разберем, кого нужно вакцинировать и нужно ли вакцинировать вообще. Мне было очень интересно послушать ваше мнение, ваш опыт в этой области, чтобы понять, какая ситуация в данный момент в России, потому что я могу рассказать про швейцарский опыт, естественно, но совершенно не информировано, как сейчас происходит на территории России этот вопрос, и есть ли какие-то программы вакцинации. У меня нет никаких конфликтов интересов по этой теме. Что касается вируса папиллома человека, существует более 150 серотипов этого вируса, и он вызывает различные заболевания. Я хотела интерактивно с вами поиграть. Не знаю, если кто-то готов перечислить, какие заболевания вызывает вирус папиллома человека. Или слушатели не могут включить микрофоны? Нет, они у нас же в онлайн-режиме, к сожалению. Без возможности. Ну хорошо, тогда я вам покажу весь этот список. Он значительно шире, чем то, что мы себе обычно представляем, когда говорим о вирусе папиллома человека. Этот вирус, он внедряется в клетки обычно слизистых или кожи и вызывает заболевания, различные заболевания кожи и слизистых. Мы сфокусируемся сейчас на раке шейки матки, потому что это мое основное направление. Но в любом случае, если мы делаем вакцинацию против вируса папиллома, соответственно, мы покрываем и все остальные заболевания тоже. И из онкологических заболеваний, которые нас интересуют, тоже можно проводить профилактику и карциномы влагалища, ануса, вульвы, пениса и зоны ОРЛ. Заболеваемость. Ну, я думаю, что вы эти данные прекрасно себе представляете и регулярно видите. К сожалению, вирус папиллома человека очень распространен. И в России тоже, безусловно, распространенность в России не такая, как в Южной Африке или в Южной Америке, но в любом случае около 14, до 10, до 14 случаев на 100 тысяч населения. Смертность соответствует, то есть где рак распространен больше, там и смертность больше, где меньше, там смертность меньше. Но в любом случае смертность очень высокая, потому что это заболевание, оно очень мало чувствительно к химиотерапии. Основным видом лечения является хирургия, иногда химия с лучевой терапией. Но эффективность этого лечения довольно низкая. За этот вирус папиллома человека получили премию Нобелевскую Харальд Цурхаузен, который открыл именно связь вируса папиллома человека и возникновение рака шейки матки. Это было совсем недавно, в 2008 году, поэтому на самом деле вся эта информация относительно новая. Рак шейки матки вызывается разными сиротипами вируса папиллома человека. Если мы возьмем два сиротипа наиболее распространенных, которые наиболее распространенных в раке шейки матки, то есть HPVU 16 и 18, они покрывают 70% рака шейки матки. Остальные встречаются реже, но только встречаются. На этом и основан выбор вакцин. ВОЗ поставил для себя задачу ликвидировать полностью заболеваемость шейки матки в следующие 50 лет. Не знаю, как это им удастся, потому что на самом деле проблема в распространенности вакцинации, то есть какие страны удастся вовлечь в вакцинацию и насколько сама вакцинация будет покрывать население. В результате, если это возможно будет, то тогда действительно это заболевание станет редким заболеванием, и мы его будем видеть, скорее всего, в отдельных центрах раз в год или еще реже. Какие существуют вакцины? Значит, в 2006 году была сделана бивалентная вакцина, которая покрывает вот эти два часто встречающихся серотипов 16 и 18. В последующем были сделаны вакцины квадривалентные, покрывающие 4 серотипа, и потом ноновалентная, то есть девятивалентная вакцина, которая покрывает 9, они не только часто, но уже и редко встречающихся серотипов. Соответственно, в Швейцарии, например, сейчас используется девятивалентная вакцина, и ею вакцинируют всех, и мальчиков, и девочек. Какая же эффективность этих вакцин? То есть мы сейчас будем разговаривать про би- и квадривалентные вакцины, потому что они вышли раньше, и, соответственно, у нас больше о них данных. Больше данных с периодом, когда мы их наблюдали, около 10 или 12 лет. Соответственно, на основании предыдущих исследований мы можем увидеть, что у людей, у которых не было заболеваний папиллома вирусом, и его вообще не встречается, чувствительность этой, результативность этой вакцины достигает почти 100% в случаях. Если мы возьмем группу пациентов, которые уже переболели вирусом папиллома, в данном случае те, у которых уже был центре, не знаю, как он на русском, но, в общем, это прединвазивная форма дисплазии, то в любом случае даже у этих больных вакцина эффективна в половине случаев. Что случается в фоллоуапе? То есть в Шотландии, когда ввели эту систему повсеместной вакцинации, через 20 лет показали, что встречаемость ЦИН-1, ЦИН-2 и ЦИН-3, естественно, снижается и снижается в зависимости от года рождения. То есть чем раньше мы будем вакцинировать, тем эффективнее будет эта вакцина. Плюс здесь две кривые, синяя и желтая. Желтая у тех людей, которые были вакцинированы, и синяя, которые не были. То есть если вакцинация покрывает очень широкий спектр людей, то тогда и те люди, которые не вакцинированы, они тоже будут получать преимущество от вакцинации другой части населения, потому что им не будет передаваться этот вирус, то есть вся цепочка будет прервана. Поэтому чем шире, тем больше будет вакцинировано мальчиков и девочек, тем больше мы предотвратимы и меньше будет встречаемость предраковых заболеваний. Значит, какой импакт на возраст? Здесь я хотела показать, что еще раз, если мы возьмем группу 13-19 лет по сравнению с 25 годами, естественно, эффективность вакцинации выше. Скорее всего, на это влияет и возраст тоже. То есть не только отсутствие встречаемости в человеке этого вируса, но и сам возраст, соответственно, с повышением возраста, эффективность иммунной системы выработать антитела против вируса, она становится хуже по сравнению с молодым возрастом. Хотя в данный момент у нас нет предела для вакцинации. В Соединенных Штатах, например, до 45 лет можно провести вакцинацию внутри программы. Индивидуально, конечно, больше. Какое влияние этой вакцины на ЦИН-2 точно так же? Чем моложе, тем эффективнее. В этой группе, которую описывала Мелани Дролит в 2019 году, после 25 лет не было никакой эффективности вакцины на популяцию. Полностью она проводила исследование, мета-анализ всей популяции, которая была вакцинирована. Кроме того, что, как мы говорили на первом слайде, кроме того, что вакцина будет оказывать положительный эффект на рак шейки матки, в том числе положительный эффект будет и на возникновение попелом, например, попелом анагенитальной зоны, и у мужчин в том числе. Соответственно, если проводится вакцинация, то все заболевания, которые вызывают вирусом попелом у человека, будут снижаться вплоть до их исчезновения. Австралийцы тоже начали... Так, это Соединенные Штаты, извините. Значит, в Соединенных Штатах у них есть база данных, которая собирает все данные по ракам, регистр, который собирает все данные по всей стране, а не только в отдельных центрах, как во многих странах происходит. И, соответственно, они сделали выборку, чтобы посмотреть, действительно ли после введения вакцинации встречаемость и заболеваемость раком шейки матки упала или нет. И действительно, после вакцинации с 2009 по 2014 год, когда как раз эти данные они анализировали, упала на 7%. Это очень хорошая цифра. И на самом деле с лечением мы бы такой цифры не достигли. Причем снижается не только плоскоклеточный рак шейки матки, но и неплоскоклеточный тоже. То есть это кривая неплоскоклеточного, это кривая плоскоклеточного рака. Теперь мы поговорим про ноновалентную вакцину. Она точно так же очень эффективна и снижает заболеваемость в 98% случаев. Что касается частоты введения вакцин. Изначально, когда они были введены в 2006-2008 годах, вводили три раза эти вакцины. И в данный момент ВОЗ рекомендует осуществлять две дозы, потому что исследования, которые были проведены, они показали, что на самом деле две дозы по эффективности не отличаются от трех. И даже сейчас есть данные по африканским странам, что даже одной дозы было бы достаточно, но нужны, естественно, исследования большой длительности. Соответственно, мы эти данные получим в будущем, чтобы действительно сказать, можно ли вакцинировать только один раз. Это было бы, конечно, проще, чем два раза, потому что нужно всех этих людей заново собрать и вакцинировать. Но два раза точно защищают от возникновения заболеваний, связанных с этим вирусом. Что касается беременности. Конечно, все исследования проводились с выключением больных во время беременности. Но когда начались программы вакцинации общие, естественно, попадались девочки, которые в момент вакцинации, они просто не знали, что они были беременны, и после этого они об этом узнавали. Соответственно, провели анализ из всех групп вакцинированных для того, чтобы понять, действительно ли на беременность каким-то образом вакцина влияет. Оказалось, что на самом деле нет никакого увеличения ни уровня абортов, ни мальформации плодов. Соответственно, эта вакцина не значит, что мы рекомендуем проводить вакцинацию беременных. Но это означает, что если вдруг так случится, что проведена вакцина, и после этого девочка заберемененеет, во-первых, не нужно просить их не беременеть в следующий месяц. Это раз. Во-вторых, ничего страшного не происходит, и, соответственно, мы не должны прерывать беременность или каким-то образом вести ее по-особенному. Австралийская модель. Значит, в Австралии они вакцинируют всех, и мальчиков, и девочек до 14 лет. И математики сделали модель, потому что они хотели понять, действительно, когда достигнут уровня исчезновения рака шейки матки. И они посчитали, что в 2028 году должна быть встречаемость рака шейки матки ниже, чем 4 случая на 100 тысяч женщин. Здесь модель описывает две ситуации. Значит, ситуация, когда просто делают вакцинацию, но проводят все равно скрининг. И ситуация, когда вакцинация проводится, а скрининга больше никакого не будет. В любом случае, как вы видите, заваливаемость очень низкая. Безусловно, без скрининга частота заваливаемости, выявляемая, будет чуть выше. Что касается по поводу программ. Значит, у меня эта информация от сайта ВОЗ в 2019 году. То есть этого года у меня нет слайда. Неизвестно пока для меня. Для меня эта информация скрыта. Соответственно, я не могу сказать, действительно в России есть ли какие-то программы по вакцинации или нет, или в каких-то странах. И, как вы видите, наибольшее покрытие населения вакцинами в Австралии, про которую мы говорили, в странах Северной Европы, Штаты вместе с Канадой. Штаты не так хорошо, как Канада, потому что у них именно все государственные программы немножко хуже работают, чем в остальных странах. И, соответственно, у них и смертность, и замалеваемость снижается. Как мы говорили про безопасность этих вакцин, уже распределено больше 270 миллионов вакцин. Анафилактические реакции встречаются в одном-двух случаях на 1 миллион доз. То есть, соответственно, мы не должны брать это как небезопасное введение. Основная часть всех побочных эффектов, они основываются на реакции кожи, то есть кожное покраснение, небольшой зуд. Но нет никаких отдаленных реакций. И действительно, эта вакцина очень безопасна. Вторичная профилактика. То есть мы сейчас говорили про первичную профилактику. До начала заболевания что же происходит после выявления преимвазивных форм ЦИН-1, 2, 3? Значит, для форм ЦИН-2, 3 было проведено исследование фазы 1, 2, 2B. И было выявлено, что при этих предканцерогенных заболеваниях можно тоже применять вакцину на самом деле. И, соответственно, снижается в 50%, 43% случаев выздоравливает человек только при введении вакцины без хирургии. Естественно, это не 100%. И в итоге сейчас третья фаза не начата, насколько я знаю. И, соответственно, этот метод лечения в данный момент не применяется. Если вы протестируете больного, больного или даже еще не больного, а на самом деле здоровый человек на вирус папиллома человека и тест будет отрицательный, то можно в любом случае вакцинировать человека вне зависимости от возраста. Естественно, это не может быть сделано на общей национальной программе. Какой риск заболеть раком шейки матки? 23 случая на 1000 человек в данный момент. Я говорю про Европу. С ПАП-тестом 7, то есть с ПАП-тестом снижается риск заболеваемости раком шейки матки. С ноновалентной вакциной это снижается до 3 случаев на 7000. И со скринингом АКПВ практически не будет этих случаев. Как мы можем уговорить больных это делать? Значит, это было очень интересное исследование. Сделано американцами, поэтому нужно в их культурную среду это все поставить в других странах немножко по-другому. В общем, если посреди обспрашиваемых, те, которые получали высшее образование, то есть уже будучи студентами, в два раза чаще отвечали на вопрос, что да, они готовы вакцинироваться. Если отвечали на вопрос, что они сами, тот человек обспрашиваемый, если понимал важность этой вакцины, для чего это нужно и для себя, и для других, то частота его адгезии к вакцине возрастала в 7 раз. Если же этому человеку какой-то врач посоветовал, объяснил, зачем нужна вакцинация, то возможность того, что действительно эта персона согласится на вакцинацию, возрастала в 93 раза. То есть вы представляете, какое влияние наш разговор может влиять на принятие решения вакцинации. Итак, как мы уже обсудили, рак, вызываемый вирусом папиллома человека, может быть ликвидирован. Чем шире мы будем вакцинировать, тем лучше, соответственно, мы большее количество населения сможем вовлечь, и это должно быть независимо от пола. То есть если мы будем вакцинировать и мальчиков, и девочек, то вакцинация будет эффективна. Естественно, как я вам показала, чем раньше мы это будем делать, тем лучше. В данный момент рекомендации ВОЗа – это 2 дозы до 15 лет. И, естественно, если возможно проводить АКПВУ-тест, то это помогает выявить ранние заболевания. И АКПВУ-тест в данный момент проводят даже без КО-теста с ПАП-тестом, ввиду того, что его эффективность очень высокая. АКПВУ-теста с ПАП-теста с ПАП-тестом,